Опасения не оправдались. Скелет ни разу не пришел? Скелет ни разу не пришел. Здравствуйте, меня зовут Алексей, я специалист по судебной медицине. В целом, я бы сказал, что, наверное, да. Это чисто наследственная отягощенность, потому что и отец, и мать были судмедэксперты. Любой неопознанный погибший, любые останки – это чья-то жизненная трагедия, это чей-то близкий человек, пропавший без вести. И для семьи установить судьбу своих пропавших близких, родственников, это гораздо важнее, чем рис, мука, вода, кровь. Иногда вопрос нахождения места захоронения – это всего лишь несколько минут. Иногда это работа больших команд в течение многих лет. При поиске захоронений очень большую роль играют именно свидетельские показания. Эта информация обрабатывается, и уже непосредственно в поле выходит поисковая группа. На сегодняшний момент это совершенно не является никакой преградой к идентификации. Массово идентифицируются солдаты из захоронений Первой мировой войны, а это уже более ста лет на сегодняшний день. Мы видим положительные примеры идентификации персон исторических из периода наполеоновских войн и старших, поэтому десятки лет не являются преградой. Если идет работа на территориях, где были какие-то конфликтные ситуации, сначала, естественно, они обследуются специалистами по разминированию, и они присутствуют все время работы. Если обнаруживается объект просто подозрительный на то, что он несет какую-то опасность для окружающих людей, работы по эксгумации останавливаются и вызываются специализированные как раз службы. Конечно, было бы неплохо летать, либо телепортироваться. Еще бы лучше было уметь клонировать себя самого на много-много-много маленьких судебных специалистов для облегчения поисковых задач. Но, наверное, все-таки это сохраняет жизнерадостность и юмор, работая в этой специфике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова